Родился в 1897 году в городе Бердянск, Таврической губернии, с 1918 по 1921 год служил в Красной армии. В боях был контужен, вследствие контузии страдал эпилепсией. В 1922 году публикует сборник своих стихов «В сумерках» с графическими иллюстрациями Сергея Полякова. В 1923-1924 году работает в госиздате РСФСР, где исполняет обязанности заведующего столом учета ответственных работников этого учреждения. В 1925-1926 сотрудник МХАТа II в период руководства его Михаилом Чеховым играл второстепенные роли в спектаклях «Блоха», «Пасказуен», «Лескова», «Петербург», «По» «Блоку» в 1825 году. После окончания двух сезонов 9 апреля 1926 года покинул театр, но в октябре 1926 года просил вернуть его в вспомогательный состав. В 1928 году Яблонский вошел в «Девятку» подписантов, которая от имени актерского цеха осудила заявление М. Чехова об уходе из театра. В первой половине 1920-х годов был дружен с Есениным, познакомился с которым еще в 1916 году. В числе нескольких ближайших друзей поэта был приглашен на его современную свадьбу. Государственной регистрации брака или церковного венчания не производилось. С Софьей Толстой в список гостей позже был переделан в шутливое стихотворение. Известен ряд автографов Есенина, адресованных в «Яблонскому», например, автограф стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу» и «Калитка моя». В конце 1920-х годов Яблонский начал активно сниматься в кинематографе на ленинградской фабрике «Совкино». В 1931 году он получает главную роль командира партизанского отряда Левенсона в фильме «Разгром». По одноименному роману А. Фадеева, сам автор высоко отзывался о работе в «Яблонского», считая его талантливым актером, сыгравшим немало прекрасных ролей. Относительно сыгранного им персонажа в источниках отмечается, что исполнитель роли Левенсона в «Яблонске» обладает всеми типическими этническими чертами человека, носящего именно такую фамилию. Более героического персонажа и у дайка в советском кино не знала ни до, ни после фильма режиссера Н. Береснева. В 1935 году в прокат выходит фильм «Путь корабля», о вызывающей в тот период всеобщий интерес организации PRON, где «Яблонский» снова исполняет главную роль начальника экспедиционной группы комиссара Петрова, нарастающему успеху 38-летнего актера, воплощающему на экране мужественные волевые образы. Не дано развиться. По анонимному сообщению о неправильной трактовке убийства Кирова, в феврале 1935 года он был исключен из партии и выслан из Ленинграда. В 1939 году попытку реабилитации в «Яблонского» предпринимает А. Фадеев, 22 февраля он пишет письмо А. Вышинскому с просьбой восстановить актера в гражданских правах. Впервые опубликованные в конце хэхэ века документы о личном участии писателя в этом деле, наравне с его помощью А. Ахматовой, Марине Цветаевой, другим представителям творческой интеллигенции, комментируются современными историками литература видами как факты для формирования более позитивного взгляда на деятельность главы Союза писателей СССР. Вероятно, «Яблонский» был реабилитирован и смог вернуться в Ленинград, поскольку Ольга Бергольц, знакомая «Яблонского», с которым связаны ощущения целого периода в жизни, упоминает в своем дневнике о его игре 13 марта 1941 года в спектакле «Дон Кихот» Александринского театра. Отмечая, Виктор очень постарел в начале Великой Отечественной войны в «Яблонский». Несмотря на бронь, он мог эвакуироваться с «Ленфильмом» на Урал, ушел добровольцем в народное ополчение и погиб в первых боях недалеко от «Гдова». Субтитры создавал DimaTorzok